О героической борьбе наших граждан и на энергетическом фронте сейчас будем говорить с исполнительным директором ДТЭК Дмитрий Сахарук в нашем эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Да, добрый день. Так, накануне российские войска выпустили по Украине около сотни ракет из-за вражеских обстрелов. Ситуация в энергетической системе критическая, особенно тяжелая ситуация в столице, в частности, около половины Киева без света. Вчера оказались. Чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий, вынуждено вводится аварийное отключение. Расскажите, Дмитрий, вот последнюю оперативную ситуацию на сегодняшний день с электро... Да, после вчерашних обстрелов действительно произошла такая серьезная авария, системная авария в энергосистеме. Были разрушены достаточно большое количество подстанций, которые соединяли украинскую энергосистему в одно единое целое. В нашей компании вчера была повреждена одна теплоэлектростанция, которая прекратила работать во время обстрелов, вследствие обстрелов. Сейчас, как следствие этой аварии, выключалась генерация, то есть станции, которые работали и куда не попали, они включались автоматикой, срабатывала система защиты. Как следствие, большое количество регионов было погашено полностью, практически до 100%. За ночь первые ремонтные работы, конечно, не проводились, потому что это ночь, там ничего не видно, нужно разминировать. Проводились только оперативные переключения, которые можно было сделать, не выходя на, скажем так, на место бомбежек. Это благодаря им удалось запитать ряд потребителей, но на утро еще было достаточно большое количество обесточенных. Сейчас в течение дня потихоньку продолжается запитка потребителей, но, к сожалению, темпы невысокие. Достаточно большое количество людей находится без света, применяются как графики почасовых отключений и графики аварийных отключений. Они применяются во всех, без исключения регионах. Да, частично добавляется электрика, добавляется количество включенных, но в целом это все еще достаточно большое количество людей, которые находятся без света. А в каком регионе Украины самая тяжелая ситуация сейчас в энергетическом секторе? Ну, во многих регионах, это и на западном, на западе Украины, и в центре, хотелось бы их всех перечислять по имену, но скажу так, что достаточно большое количество регионов, где больше 50% потребителей находятся сейчас без электроэнергии. А можно ли сейчас назвать сумму какого-то совокупного ущерба, нанесенного Российской Федерацией, именно по критической инфраструктуре, по объектам энергетики? Ну, думаю, что прямо так точно цифру не назовешь, но учитывая характер повреждений, который имеет место, это сотни миллионов долларов точно, может даже и больше, потому что было повреждено очень важное, критически нужное и где-то уникальное оборудование, которое, не возьмем, его нужно только будет производить. Производить заново аналогов такого оборудования в системе нет. Дмитрий, вы говорили, что наша энергосистема едина, она также едина и с европейской энергосистемой, интегрирована. Известно, что мы электроэнергию тоже и на экспорт поставляли. Нанося удары по украинской энергосистеме, можно ли считать, что таким образом наносятся удары и по европейской энергосистеме, и нарушается безопасность европейских потребителей? Ну, частично да, конечно, потому что мы до атаки с 16 марта, когда Украина синхронизировалась с энергосистемой, мы функционируем как одно единое целое. Толго говоря, проблема, которая возникает у нас, чувствуется в Португалии, и то, что происходит в Португалии, чувствуется у нас. Это одна большая единая энергосистема. Это факт. Вчера вследствие обстрелов срабатывала автоматика. Эта автоматика отключила часть регионов Украины от энергосистемы с европейской. Часть регионов продолжали работать синхронно с европейской системой, часть отключилась. Автоматика также выключала линии из Румынии на Молдову, потому что мы синхронизировали Европу вместе с Молдовой. То есть эти обстрелы затронули не только Украину, но и соседнюю Молдову, и соседние страны, с кем мы были синхронизированы. Точно это неприятно по меньшей мере, а даже опасно, наверное, это больше правильное слово, опасно для европейской системы в том числе, потому что у них может наши проблемы на них распространиться, и это будет плохо для европейских потребителей. Так вы сказали, очень сложная ситуация в энергосистеме украинской, но особо она сложна в недавно освобожденном нашем героическом городе Херсоне, и в целом в Херсонской области, потому что оккупанты, убегая оттуда с правобережной части Днепра, они подорвали очень дорогостоящие оборудования, в том числе трансформаторы, дорогостоящие, невероятно тяжелые, это то очень эксклюзивное оборудование, как вы сказали, и порой уникальное. Там какие работы на данный момент ведутся, и когда можно надеяться, что регион будет со светом, насколько это возможно в условиях войны? Да, там работы ведутся со стороны Днепропетровской области, со стороны Николаевской области. Работает порядка 20 бригад. Мы как компания ДТФ помогаем местным властям, и Херсонблэнерго проводит ремонтные работы на выделенных нам участках, это на севере области, и со стороны Николаева будем приступать к работе в помощь, не только Херсонблэнерго, но и к Николаеву облэнерго. Ситуация, мы уже практически осмотрели эти линии, которые мы должны ремонтировать, уже приступили, сегодня 5 бригад уже работают, восстанавливают. Характер повреждений, все-таки это плохо, потому что лежат большое количество опор, очень сильно заминировано, или просто набросаны неразоржавшиеся снаряды, особенно в тех регионах, где была линия фронта, там просто сплошной ковер мин, снарядов и других взрывчатых веществ, поэтому узкое место сейчас, конечно, саперы, потому что на все места ведения работ саперов, к сожалению, не хватает. Но мы работаем с местной властью, мы делаем все возможное, вооруженные силы Украины, также выделяют саперов, пытаемся восстановить сети хотя бы в минимальном объеме. В основном Херсону работают бригады Херсонблэнерго, там мы знаем, что разрушены ключевые подстанции, они взорваны или ячейки с автоматикой, расстрелянные из автоматов, уничтожены, поэтому там приходится креативить, придумывать такие нестандартные методы сбора из двух-трех линий одну. Работы ведутся, но опять же, вследствие очень существенных повреждений и большого количества засоренностью, заточенными веществами, они не так быстро, как их делать бы. По ощущениям, по планам, которые мы сейчас видим, это не меньше трех-четырех недель, если будет все хорошо разминировано. Это нужно для того, чтобы остановить и подать первое электричество в Херсон. Дмитрий, вот вы только что описали те экстремальные условия, в которых работают наши энергетики. Пользуясь случаем, хочется сказать всем нашим энергетикам огромное спасибо, вам низкий поклон. Вы делаете невероятно важный труд, это, по сути, подвиг, когда в таких условиях, в условиях, когда все заминировано и все несет непосредственную опасность для здоровья жизни, вы ремонтируете это дорогостоящее оборудование и возвращаете в наши дома свет. Огромное вам спасибо. Дмитрий, возможно, вы, кстати, назовете цифру, сколько сотрудников ДТЭК пострадало или, не дай бог, погибло сейчас уже на восстановительных работах. Если говорить про восстановительные работы или травмы непосредственно на месте ведения работ, то погибло 4 человека. Всего погибло 102 сотрудника ДТЭК, это включая тех, которые погибли на рабочем месте, на пути, на работу и в вооруженных силах Украины. Если говорить про раненых, это уже порядка 270 человек раненых, подавляющее большинство, это, конечно, те, которые служат вооруженным силам Украины. А у нас их служат более 4,5 тысячи человек, наших коллег, которые были призваны вооруженной силой Украины на работе, были ранены около 20. Вчера только, например, у нас в Донецкой области люди работали в одном из освобожденных территорий после того, как она была разминирована. Разминировали там танками специальными, насадки, которые разминируют мины. Машина работала в разминированном, скажем так, коридоре. Вчера пышка подорвалась. Слава богу, никто не погиб, только были ранения. Вышку вчера мы потеряли, например, там полностью практически уничтожено. Восстановление не подлежит, на фугасе она подорвалась. И такие, на самом деле, случаи, к сожалению, не одиноки. Когда в Киевской области мы восстанавливали, это были такие наезды, как вот в Донецкой области. А были даже специальные минирования, когда дерево лежит на линии, мы убираем дерево, а внизу специально лежит рычатка сделана так, что если мы поднимаем дерево, она взрывается. Вот, поэтому, на самом деле, такая действительно сложная героическая работа. Я благодарен всем своим сотрудникам, всем энергетикам в стране, которые работают. Большая гордость работать с такими героями. Они действительно делают чудеса для того, чтобы он был свет и теплом. Это правда, это правда. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Спасибо. Спасибо.